Продолжение следует... Уважаемые депутаты, участники нашего заседания, подобряющее большинство депутатов присутствует на нашем заседании, поэтому разрешите объявить нашу неочередную сессию парламента, объявить открытую. На повестке дня кадровые вопросы. Первое. Одачи согласия на освобождение генерального прокурора Республики Абхазия Ачипа Зураба Шатайовича. Второе. О освобождении первого заместителя генерального прокурора Кокалия Ишшовича. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, нам надо утвердить повестку дня. Повестку дня из двух вопросов я эти вопросы озвучил. Поэтому, если нет у вас других предложений, я ставлю на голосование два вопроса. Что вас за то, чтобы убедить повестку дня нашего внеочередной сессии парламента? Прежде чем перейти к представлению президента об освобождении от должности генерального прокурора, которое было представлено сегодня на рассмотрении парламента, необходимо, я думаю, было бы сказать пару слов о причине сегодняшнего нашего внеочередного заседания сессии. Что являлось, почему мы пришли сегодня к этому рассмотрению, это просто для наших граждан, для нашего народа, чтобы мы могли пояснить. На прошлой неделе, просто напомним, что на прошлой неделе парламент проводил заседание, тоже оно было внеочередное, в связи с событиями, прошедшими 22 ноября этого года, были приглашены руководители селовых структур в парламент, где на своем заседании парламент потребовал скорейшего рассмотрения этого вопроса, раскрытия этого дела и задержания виновных лиц. Был установлен срок, кратчайшие сроки, мы, как вы помните, установили сутки для рассмотрения, потому что по этому делу были задержаны ряд лиц, которые давали уже показания, и мы требовали как можно скорее, дабы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Единственное, кто мог бы остановить этот процесс, это только органы государственной власти в лице силовых структур. Прошло несколько дней, результатов нет. Президент, насколько мы знаем, проводил заседание Совета безопасности, по итогам которым было принято решение освободить министра внутренних дел, и его заместителя соответствующие указы были сегодня подписаны, и одновременно президент вынес представление по освобождению генерального прокурора и заместителя генерального прокурора. В соответствии с Конституцией и законом о прокуратуре, генеральный прокурор и заместитель генерального прокурора освобождаются от должности парламентом, как и назначаются, по представлению президента. В связи с этим на рассмотрение в собрании представлено обращение президента с ссылкой на статью Конституции и законом о прокуратуре об освобождении Айчба Зура Башотовича от должности генерального прокурора. И также второе представление уже генерального прокурора в соответствии с законом о прокуратуре об освобождении государственного советника юстиции 3-го класса, ой, прошу прощения, от освобождения от должности заместителя прокурора Кокалия Ирсова Ивановича. Как вы знаете, в соответствии с регламентом подобная процедура проходит тайным голосованием, поэтому для перехода к этой процедуре необходимо создать счетную комиссию и перейти к самой процедуре голосования. Основание, да, основание личных заявлений и генерального прокурора, и заместителя генерального прокурора. Показывается, я Yoga Янушовича у масштабистик. Итак, весь мир не узналeseέертв, если у вас есть интересные обязательства, вам raz durs prá八illance у нас есть две Или Игоря и оцсутствие очень интересные moveCO. И вот следующее дие, Я говорю, что это не так. Я не знаю, что я не знаю. Они не понимают их. Я не знаю, что они не знают. Я не знаю. Я не знаю. и в и Продолжение следует... 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 Мы очень сильно изменились. Одна прокуратура, один министр или один ВД не может делать довести до конца. То, что случилось, случилось. Давайте все вместе исправлять ситуацию. Все вместе. А то, что вот эти перестановки вряд ли нам особо изменения не дадут, я думаю. И буквально хочется озвучить свое мнение по этому поводу. Как тут было сказано, лично мое мнение это не совсем так. Вся беда в том, что никто не несет наказания за то, что они делают. У нас и у народа претензии к силовым структурам не из-за того, что они с чем-то там не справились, еще что-то не сделали. А из-за того, что был какой-то некий, я вам скажу, сговор между, я не буду называть, я за генерального прокурора сказать ничего не могу. Откровенно вам скажу. Потому что я вам сейчас объясню. Потому что я, насколько в этой стране живу, я не слышал, чтобы он участвовал в каких-то сговорах или еще в чем-то. Я лично хочу сказать за то, что не то, что они справились с работой, они не сделали. Они, можно сказать, даже помогли преступникам уйти пока от ответственности. Это надо называть своими именами. Они знали уже неделю, имели показания на определенных лиц, которые совершили преступление. Никто их не задержал. Все знали, где они находятся. Мы сейчас что делаем? Самое большое наказание это то, что мы просто отстраняем людей от работы. Нет. Новый прокурор и новый министр внутренних дел, который придет вместе со службой госбезопасности, должны сформировать следственную группу. И эти люди не просто должны быть уволены. Если они виноваты, они должны быть наказаны. Вот тогда мы придем к порядку. Это не раскидывание кадрами. Это халатное отношение к своим служебным обязанностям, как минимум. Что происходило в эти дни, мы все понимаем. Никто до понедельника, Еремеевич, не давал им срок. Пока люди не собрались, министр внутренних дел не хотели снимать. Надо говорить правду. Мы ждем, пока у нас соберутся перед окнами люди, и тогда принимаем решение. Вот пока мы будем так относиться, разделяя власть, так и будет происходить в нашей стране. Все, мы их уволили, они спокойно собрали свои вещи и разъехались по домам или по другим городам. И никто ни за что не несет ответственности. А завтра люди самосудом начнут заниматься на улице, стрелять друг к другу из-за этой халатности. И виновных опять не будет. Не надо, чтобы они уезжали. Надо доследственную проверку возбудить. И нужно пошагово восстановить хронологию, какие приказы давались. Никто план перехват не давал приказ в тот день. Мы все видели. А когда уже объявили план перехват, город якобы закрыли, украли человека. Когда-нибудь кто-нибудь понесет наказание? Мы же знаем, что по мерцкулавах взяли деньги. Все знают, все сидящие здесь знают. Мы знаем по другим резонансным преступлениям, что взяли деньги. Взяли наши высокопоставленные силовики. И что? По собственному желанию они пошли домой. По статье должны идти домой. И не домой должны идти. Вот тогда мы наведем порядок в стране. Вот это мнение, я уверен, всех депутатов, которые здесь сидят. Студент, возвращаясь домой с университета, идя по проспекту, по центру города, получает пулю в руку. И мы радуемся тому, что, слава Богу, что не в голову. До того мы довели нашу страну. А все это по большей степени, мне кажется, и от нас тоже. Наша вина в этом тоже очень большая. Всех нас, вот здесь присутствующих, начиная, да, этому подтверждение. И то, как мы принимаем бюджет, как мы, значит, относимся к тем или иным министрам. Каждый относится к ним не по профессиональным каким-то качествам, а по личным, там, каким-то еще. Это абсолютно неправильно. Мы довели нашу страну до того, что мы находимся в большой яме. Валерий Ременович, уважаемые коллеги. Я просто призываю, что касается экономического блока, что касается там силовых структур и тому подобное, чтобы более ответственно и компетентно подходили ко всем вопросам. Вини там того, третьего или десятого, или наоборот, как повод, значит, убирать от них, вернее, на них это все свали там и тому подобное. Я никого не защищаю. Визуально, контрольная палата засыпала генпрокуратуру, значит, делами, что касается бюджета, что касается вообще всех там структур, которые они проверяют. Ни одна структура не работает так, как должна работать. О чем мы говорим? Каких нет у нас вопросов? У нас миллион вопросов ко всем им, и надо это все решать. Я говорю о реальной ситуации, о реальной картине, в которой мы сегодня повязаны. Вы посмотрите, что мы находимся на грани гражданской войны. Я думаю, каждый из нас вполне отчетливо понимает всю ситуацию, в которой мы находимся. Какой может быть, значит, кто может привести к тому, примерку даже можно поставить, да, то, что там свой, чужой, а каком свой, чужой можно и тереть. И можно и тереть. Какие гудаутцы, какие очимчирцы, какой, ну, вы посмотрите все, как мы, мы слишком запустили это все. Валерий Реметьев. Протокол номер 2 заседания счетной комиссии 2 декабря 2019 года о результатах тайного голосования об освобождении от должности Генерального прокурора Республики Абхазия Ачфа Цураба Шотовича. Протокол номер 3. Заседание счетной комиссии от 2 декабря 2019 года о результатах тайного голосования об освобождении от должности Генерального прокурора Республики Абхазия Кокалия Эшсова Ивановича. Присутствовало 29 человек, всего бюллетеней 33, выдано бюллетеней 29, проголосовало 29. Недействительных бюллетеней нет. За освобождение от должности Генерального прокурора 27 человек, против 2. По итогам тайного голосования Кокалия Эшсова Иванович освобожден от должности Генерального прокурора Республики Абхазия. Режим голосования. По итогам тайного голосования Кокалия Эшсова Иванович освобожден от должности Генерального прокурора Республики Абхазия Ачфа Цураба Шотовича. Кто за это поставление пошел голосовать? Кто за утверждение результатов голосования повторно? По итогам тайного прокурора Кокалия Эшсова. Продолжение следует...